Аллилуйя! Пожалуйста, будьте очень внимательны. Позвольте Духу Святому продолжать действовать на этом месте. Позвольте Духу Святому продолжать действовать в вашей жизни. Поверьте мне, Он знает каждую нужду, Он знает каждую проблему. Он знает, как пастор сказал, Он очень точно сказал про меня. Я просто обычный человек. Знаете, я уже 20 лет с лишним верующий, и я в церкви, я служил на разных местах. И так получилось, что в последнее время я не проповедовал. Я не проповедовал не потому, что у меня не было возможности, но я не видел той благодати, которую я хотел видеть в тех словах, которые я говорил. И я всегда молился, я всегда искал Бога, я говорю, Господи, пожалуйста, мне нужна благодать. Я хочу видеть, я хочу переживать, переживать твое присутствие вместе с людьми, вместе с теми словами, которые мы говорим. И представляете, вот то, что пастор говорил, я был в одной церкви. Этому предшествовала буквально одна молитва. Я приехал к своему пастору, я приехал к своему пастору, и мы сидели с ним, разговаривали. Он говорит, как твоя жизнь, как твои дела? Я говорю, вы знаете, Анатолий Петрович, я уже, ну как бы, долгое время в служении, я администратор. Я говорю, я хочу проповедовать. Я хочу даже не проповедовать. Я хочу, чтобы присутствие Божие, чтобы слава Божья являлась. Я хочу, чтобы там, где служение, чтобы каждый человек мог встретиться с Иисусом. Я нуждаюсь в этом, я хочу этого. И я ему как бы рассказывал, мне плохо было. Я говорю, пожалуйста, помолитесь за меня, потому что я так этого хочу, и, ну как бы, я не вижу этого. Он говорит, давай прямо сейчас помолимся. И мы встали вместе с ним на молитву. Мы встали, мы начали молиться, и вдруг пришла благодать. Как бы ничего не поменялось, ничего не изменилось. Он говорит, ты знаешь, Бог открыл тебе дверь. Я встал, я говорю, слушай, точно. Я сам что-то почувствовал, что-то изменилось. У меня сердце забилось. Я думаю, Господи, что-то изменилось. Ну как бы внешне ничего не поменялось, там ни огонь надо мной, никакие обстоятельства, ничего такого. Знаете, ну как бы вроде как бы вот все как есть. Я приехал на служение в Кривой Рог, и как уже пастор сказал, мне дали буквально несколько минут чуть-чуть рассказать о служении, там, служителя, с которым я служу вместе. Я вышел, я взял микрофон, только я начал говорить, и я вдруг увидел, знаете, какая-то благодать начала в зале распространяться. Пришло Божье присутствие, оно начало усиливаться. Люди начали вставать, они начали говорить, что не получили исцеление. Одни, вторые, третьи. Люди вышли на покаяние. Пастор, мимо, давай, 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 продолжай, 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 продолжай. И присутствие Божье, оно, знаете, как бы, оно начало усиливаться. Я не успел молиться за людей, я не успел молиться за их нужды. Они уже получали исцеление. Поэтому, когда мы сейчас будем с вами говорить, когда мы сейчас будем с вами здесь общаться, молиться, пожалуйста, поднимите ваши глаза к Иисусу. Поднимите ваши глаза к Духу Святому, потому что в Нем на самом деле вся полнота благодати. Он является тем, который ответ для тебя. Послушайте, Он является ответом. Он является тем, который сегодня нужен тебе. Слышите, это Он, это Иисус. И Он хочет сегодня здесь явить свое присутствие. Он хочет здесь сегодня коснуться к тебе, понимаете? Именно к тебе лично. Поэтому открывай свое сердце, закрывай свои глаза. Не смотри на меня, смотри на Иисуса. Он знает твои нужды. Оставь их. Как пастор правильно сказал, я абсолютно согласен. Послушайте, оставь эти нужды, подними глаза к Иисусу. Общайся с Духом Святым. Если ты забудешь за меня, за все то, что я здесь говорю, я только буду рад. Если ты встретишься с Иисусом сегодня. Если ты встретишься с Иисусом, если ты наполнишься Духом Святым. Послушайте, а Он этого хочет. Он этого хочет. Он хочет, чтобы Его благодать еще и еще сильнее раскрылась в тебе. Аллилуйя. Помните то состояние? И у Иисуса были ученики. Он с ними разговаривал. Он говорил им, он рассказывал им. Они увидели уже первые чудеса. И произошел такой момент. Он взял и начал посылать их подвое. И он хотел их посылать. Он посылал их в те места, там написано, в которые сам хотел идти. Он посылал их перед собой. И он сказал им, ребята, идите туда. И когда вы будете приходить, говорите, к вам приблизилось Царство Божье. Он говорит, ребята, говорите, к вам приблизилось Царство Божье. Когда вы сошли к этим людям, где вы будете на площади, в домах, в синагогах, в каждом месте, заходи и говори, к вам приблизилось Царство Божье. К вам приблизилось Царство Божье. Слушайте, я долгое время не понимал. Но они говорили об Иисусе. Знаете, что такое Царство Божье? Царство Божье – это в первую очередь Царь. Это в первую очередь Царь, который вот-вот уже должен был прийти в это селение, и они приготовили ему путь. Они говорили, к вам приблизилось Царство Божье. Сейчас здесь это Царство Божье, и оно приближается к вам. И вы знаете, что когда Иисус приходил, там начинало происходить исцеление, освобождение от бесов. К Нему приносили всех больных, к Нему приносили всех, Ему нанесли на носилках. Почему? Царство Божье приблизилось. Царство Божье – это не пища и питье, Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И люди бежали туда, потому что Царство Божье приблизилось. Слышите, и сегодня приблизилось Царство Божье. И сегодня эти слова, они в наших устах. Царство Божье приблизилось. Царство Божье приблизилось к каждому человеку. И Царство Божье – это в первую очередь Царь. Это в первую очередь Царь, под которого власть мы становимся. Аллилуйя. Я покаялся достаточно давно, если смотреть такими мерками. Я покаялся еще, когда было время, Советский Союз. Я не знал Бога. Скажу вам больше. У меня отец был полковник КГБ в то время. Вы знаете, КГБ боролось с верующими. Ну так просто получилось. Случайное обстоятельство. Каким-то образом у Бога есть чувство юмора. И он начал касаться моего сердца. Я был в компании. У нас была такая жизнь. Ну 16, 17, 18 лет. Вы понимаете этот возраст. Нас захватила волна греха, в которой мы жили. Она нам нравилась. Мы получали от этого удовольствие. Мы поднимали в своих глазах. Нас уважали окружающие. Боялись. И так далее и тому подобное. Но вдруг в моем сердце начала происходить какая-то непонятная для меня работа. Я опять говорю, у меня не было на тот момент ни одного верующего знакомого. У меня не было никого, кто бы сказал мне какие-то слова жизни. Кто бы сказал мне, что Иисус есть ответ. Никого не было. Но что-то начало происходить в моем сердце. Что-то начало, знаете, как бы стучаться. И я начал смотреть. И я решил, мне нужно менять свою жизнь. Мне начало быть как бы стыдно за те дела, которые мы делали. Мне стало противно от той грязи, в которой мы жили на тот момент. Я смотрел на все это, и мне было ужасно. И я мучился, но я не находил ответа. Конечно, я жил как все. Я улыбался, пил и так далее и тому подобное. Но когда я оставался сам, я искал выхода. Но не было этого выхода. Я как-то думал, размышлял. Я что-то книжек я тогда в тот момент не читал. Но это было такое бурное время. Скажу вам, Бог стучался в мое сердце. Бог стучался в мое сердце. И произошло очень смешное событие. У меня был друг еврей, он сейчас живет в Нью-Йорке. И он, его папа уезжал по поддельным документам в Америку. Понимаете, да? И мы в очередной раз сидели, играли в карты у него дома. И я смотрю, у него в углу стоит такая стопка книжек. Книжки меня никогда в жизни не интересовали. Это было последнее, что меня интересовало. Я говорю, слушай, а что это у тебя за книжки там стоят? Ну, он напрягся и говорит, это запрещенная литература. Папа изучает все, что касается Америки. Всю запрещенную литературу. Ну, то есть, как бы, понимаете, да, там было все. Там какие-то книжек, плейбой и все остальное. Я говорю, дай мне одну книжку. Ну, именно потому, что она была запрещенная. Возможно, я как бы краем глазом надеялся, что это будет там плейбой какой-нибудь. Он говорит, давай так, чтобы, говорит, никто не видел. Говорит, и быстро прячь. И он так, как бы вытащил из середины одну книжку и дал мне. Я ее под рубашку сюда засунул. И так я весь день с ней в карты и проиграл. Я пришел домой, уже поздно, все уже спали. Я закрылся у себя в комнате, сел и достал эту книжку. Вы будете смеяться. Это было то, что сегодня раздают детям в жизни Иисуса Христа в картинках. Но это было точно то, что мне надо было, потому что книжек я не читал. Я скажу вам, если была какая-то любая другая книжка, я бы не прочитал больше двух строк. А там картинки. Картинки снизу чуть-чуть написано, картинки чуть-чуть написано. Точно для меня. Я открыл и начал листать. Там про Иисуса. Ну, как-то это мне понравилось. Когда-то я что-то слышал об Иисусе. Я листал и читал, 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 смотрю, что хороший человек. Людей кормил, исцелял. Хорошо делал. Ученики у него были. Такая своя какая-то банда была. Практически как у нас. Они так вот это самое ходили. Я так как-то проникся к Иисусу. Чувствами. И я читаю, и вдруг я дочитываю до того момента, когда Иуда его предает. Поверьте мне, предательство это было последнее, что как бы ценилось в нашей компании. Если бы не была возможность, я бы удавил Иуду своими руками в тот момент. Я думаю, как он предал такого хорошего человека. Я открываю следующую картинку, вижу крест. Иисус на кресте. Иисус на кресте. У меня слезы навернулись. Я сижу там, у меня лежала на руках подушка, на этой подушке лежала эта книжка. У меня слезы навернулись, они капают, вот так капают, капают, капают вниз. Как его убили? За что? Я вам честно говорю, то есть я как бы оказался в том Иерусалиме, всеми этими чувствами, переживаниями. Я был, я смотрел на этот крест, я понимал. Я себе сидел и говорил, если бы меня распяли, я понимаю за что. А его за что? Я не мог этого пережить. Это была моя личная трагедия, понимаете? Я смотрел на это все. Опять-таки, я первый раз столкнулся в своей жизни с Иисусом. И я помню, я переворачиваю и смотрю, он воскрес из мертвых. Я не мог сдержать своих эмоций. Я встал, я ходил по комнате, он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. Представляете, воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. То есть, знаете, я с одной стороны удивлялся ученикам, которые его предали, которые бросили, которые разбежались, которые отреклись от него. Я себе сидел и думал, я бы никогда в жизни не отрекся от Иисуса. Я бы дрался за него, но как у нас было принято, я сидел и я думал об этом, я думал, думал. И вдруг он воскрес из мертвых. Воскрес из мертвых. Это было, честно вам говорю, это была моя личная победа. Моя личная, знаете, как бы, все, у меня отпали все вопросы. Я знал с того момента, что Иисус воскрес из мертвых. Я дочитал, как он общался со своими учениками. Я потом не мог спать, лежал, и я все время думал, Иисус воскрес из мертвых. Аллилуйя. Я сидел, у меня вот так все бурлило. Конечно, я не знал тогда церкви, в тот момент. У меня не было верующих, которые бы мне что-то рассказали. Как бы, моя жизнь в том момент, она сильно не изменилась. Я имел в виду там поступки и многие другие вещи, но я знал, что Иисус воскрес из мертвых. И один раз мой товарищ говорит мне, слушай, у нас там на работе, говорит, сказали, какой-то штунда есть. Баптист, говорит, баптист, жертвы там детей приносят. Говорит, свет выключают и давай там хапать друг друга. Я говорю, эта часть мне нравится. Он говорит, давай пойдем посмотрим. И я говорю, давай. Мы выпили с ним для храбрости и пошли. Пошли на собрание. Пришли. И я вам скажу, что в тот момент, когда я зашел в этот зал, я вдруг понял, что тот Иисус, про которого я читал, он здесь. Мы поднялись в зал, сели на балконе на самое-самое последнее место, там сели в самом-самом конце. Сели, и я ничего не слышал, что говорили. Мой товарищ сразу пришел и заснул. А я сел, и у меня просто лились слезы. От самого начала до самого конца. От самого начала до самого конца. У меня лились слезы, они вот так вот просто, вот так катились, я ничего не мог с собой сделать. Потом я перестал сопротивляться. Я сидел, и я просто ревел, ревел, ревел. И так продолжалось месяц. Целый месяц я ходил на каждое собрание. Я заходил, шел на последний ряд, садился и ревел. Я уже понял, что такое покаяние. Я уже понял, что такое изменение жизни. Я уже понял, что это такое, что мне это нужно. Но я все равно стоял, и я не мог оставить своих грехов. Слушайте, я не мог. Я понимал, что я люблю этот грех. Я люблю этот грех. Я люблю этот грех. Конечно, Иисус это хорошо. И я мучился. Я мучился внутри своей души, как бы понимая, что мне нужно покаяться, мне нужно быть с Иисусом. Но когда я об этом думал, я все время говорил, а что же вот это? А как этот грех? Не могу оставить. И скажу, произошло одно событие. Мы с друзьями поехали, ну как бы в кино вечером, пятница вечером, мы идем в кино. Заходим в кинотеатр, сели. Там такая курилка была. И мы так сидим. И я сидел. И вдруг, ну кроме меня этого никто не видел, и никто не понимал. Вдруг как бы за мной, там был такой огромный витраж, такие стекла. И вдруг эти все стекла, они исчезли. И я понял, что за моей спиной стоит дьявол. И еще одна секунда, и он утащит мою душу в преисподнюю. Меня охватил такой страх, что я вам не могу передать. Друзья мне говорят, послушай, пошли в кино. Я говорю, какое кино? О чем вы говорите? Я внутри себя не мог дождаться воскресенья. Я сказал, Господи, пожалуйста, пусть сейчас будет не пятница, а воскресенье. Я так хочу покаяться в церкви. Потому что я понимал, что если я сейчас умру, я иду в ад. И это стало настолько явно, открыто. Я понимал, я видел это. Я ощущал всем своим телом этот холод, который был сзади меня. И я понимал, что сейчас я здесь сижу живой только благодаря тому, что Иисус и Его благодать держат меня. И я сидел и говорил, Иисус, не отпускай меня, пожалуйста. Иисус, я не хочу в ад. Я не хочу. Господь, пожалуйста. Я хочу быть с тобой. Я просто как бы переживал все это, все, что было у меня за спиной. Я боялся туда посмотреть. Я боялся туда оглянуться. Но я сидел и говорил, Иисус, держи меня, пожалуйста, до воскресенья. Держи меня до воскресенья, Иисус, потому что мне нужно каяться. Я все уже. Вот эти, эти, эти грехи, они больше ничего не имеют для меня, значения никакого. Я сказал, Господь, я больше не хочу этих грехов, они больше для меня ничего не значат. Иисус, держи меня, пожалуйста. Я схватился. Мы вышли из кинотеатра, мои друзья говорят, слушай, поехали на такси. Поехали на такси. Я вроде как бы встал и думаю, а сейчас дьявол его раз, и он в дерево, и я в ад. Я говорю, не, я не поеду на такси. Я говорю, не поеду. А как ты поедешь? Я говорю, на трамвае поеду. Они смотрели на меня, как на дебила. Ты чего? Я говорю, нет. И я пошел, сел в трамвай, и ехал в трамвай домой. Я шел и говорил, Иисус, держи меня, пожалуйста. Иисус, держи меня, пожалуйста. Я шел в церковь с четким пониманием того, что сегодня я отдам свою жизнь Богу. Я уже шел, и я знал. И представьте себе, я прихожу. Там такой зал был достаточно большой, но он никогда не был полный. Всегда был балкон свободен, там, где я сидел. И тут я прихожу, и вдруг оказывается, этот зал битком набитый людьми. Весь балкон набитый людьми. Все лестницы, все люди сидят. На улице стоит огромная толпа, там такие же большие окна, и они все окна открыты. Там во дворе стоит, и с той стороны стоят люди. Иисус, я такого никогда не видел. И говорят, куда столько людей? Они мне говорят, Пасха, Пасха. А я не понимаю, что такое Пасха. Да булочки пекли, как бы. Ну, то есть, все пришли на Пасху. И я сел на своем месте, и сижу, и говорю, нет, так я каяться не буду. Ну, столько же народу-то. А там были сборники духовных песен. Я его открываю. Ну, он просто лежал, как бы, передо мной. Я его открываю. И читаю первый стих, который падает мне на глаза. О, грешник немедля принять, ведь может Дух Божий навек замолчать. До сих пор помню. Я его закрыл, и я себе сказал, я больше не медлю. Я сказал своему товарищу, я иду кайцу. Он говорит, куда ты? Что столько людей? Как ты пройдешься? На лестнице не спустишься? Второй этаж. А я так смотрю, прямо возле меня такое окно, треугольное, а там пожарная лестница. Я говорю, я знаю, как спуститься. Я открываю это окно во время служения. Лезу туда вниз, за окно, и по пожарной лестнице я спускаюсь вниз. Не знаю, как на меня люди смотрели. Но на самом деле, честно говорю, меня это не интересовало в тот момент. Никто меня не остановил, никто мне ничего не сказал. Я просто вылез в окно, спустился по пожарной лестнице, прошел туда, зашел там с братской, там была братская комната. Я зашел через братскую, там стоял хор. Я прошел через хор, и подошел к проповеднику сзади. Там была такая кафедра. И он стоял проповедовал. И он, видно по глазам людей, которые сидели впереди, понимает, что там что-то не то. Они же ему все. А я стою сзади. А он понимает, проповедует, и боится посмотреть назад. Ну, он же перед людьми стоит. Они ему все. В общем, в конечном итоге, он так делает, а я так стою достаточно, там мало было места, то есть хор, ну, как бы, понимаете, да, я так встал. И он так поворачивается, и говорит, что? Я говорю, вы знаете, я хочу покаяться. Он такой, о-о-о. А тогда не так много людей каялось, ну, как бы, еще, чтобы так выходили. Он говорит, ну, хочешь каяться, на тебе микрофон. Он мне отдал микрофон, и тут я понял, что я не знаю, что делать-то. Я встал на колени, там впереди. Все эти люди стоят. Я встал на колени. Встал, я говорю, Господи, прости. И все, больше не знаю, что говорить-то. Там бабушка впереди одна стоит. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я говорю, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Вся церковь радуется, все хлопают. И я вам скажу честно, я встал, и я физически ощутил, как Бог всю эту тяжесть греха, которая была в моей жизни, все, что меня давило, все, что вот эта тонна была на мне веса, она просто хоп и улетела. Я встал, я сделал так. Потому что я физически ощутил первый раз такую легкость. Я не мог поверить. Я вышел, и я понимал, что я другой человек. Я понимал, что Бог пришел в мою жизнь. Что Он простил все мои грехи, которые у меня были до этого. Что Бог простил меня полностью. Представляете? Я это физически ощущал. Я настолько был поглощен вот этой вот благодатью, которую Бог дал мне. Я вышел, меня там обнимают, поздравляют. А я настолько был наполнен вот этой вот благодатью, которую Бог на меня изолил. Вот это, тем, что Он забрал всю эту тяжесть этого греха, который... Я понимал, что теперь я стал частью Царства Божьего. Что я... Я теперь с Богом. Это... Ну, как бы... Слушайте, это величайшая благодать. И... Я не мог это описать. Все вокруг меня, окружение, все... Все друзья мы, даже которые не знали, что я пошел в церковь, все заметили, что произошли изменения в моей жизни. Все смотрели на меня, и они понимали, что я стал какой-то другой. Они спрашивали, в институте спрашивали, что такое. На улице спрашивали, что с ним произошло, и мои друзья, они рассказывали, он пошел в церковь, он покаялся, и он теперь вот изменился. Послушайте, это величайшая благодать, которую... которую я пережил, пережил в своей жизни. Это величайшая благодать. Знаете, когда ты открываешься и переживаешь вот это вот присутствие, присутствие Божье, когда я физически смог почувствовать, что я перешел из царства тьмы в царство света. Я физически ощутил то, что я перешел из одного царства, и теперь мой Господь это Иисус. Теперь с этого момента уже не сатана мой Господь, уже не он руководит моей жизнью. Теперь с этого момента Иисус мой Господь. С этого момента Иисус мой Царь. Я живу с Ним. Аллилуйя. Послушайте, это настолько сильное переживание, настолько сильное переживание оставить свои грехи, оставить их вообще, убрать их от себя, соединиться с Иисусом, чтобы жить с Ним. Послушайте, многие из моих друзей они смеялись с меня, они говорили, да, ты такой, ты-то-то-то-то, ты ущербный, ты еще, ты в какую-то секту попал, тебя там одурачили, или ты кого-то хочешь одурачить, они никак не могли понять, или я пошел туда с какой-то целью, или меня туда заманили с какой-то целью. Послушайте, но мне было все равно. Мне было все равно. Потому что с того момента Иисус начал жить в моей жизни. Он начал жить со мной. Я переживал Божье присутствие. И послушайте, я переживаю Его до сегодняшнего момента. Он помогает мне, Он помогает мне шаг за шагом в моей жизни. Мы вместе, вместе с Ним идем, на каждом месте. Это Царство Божье, оно внутри меня, оно сопровождает меня. И Иисус Господь. Аллилуйя. И Иисус Господь. Послушайте, и на сегодняшний день также существуют два этих царства. Люди, они живут либо в Царстве Сатаны, либо они приходят в Царство Божье. Либо они живут, и они живут в грехе, они живут в проблемах, они живут под этим давлением, угнетением, они не знают, они не знают своего будущего, они переживают за то другое, третье, четвертое, и у них нет ответа. Либо ты можешь сегодня жить вместе с Иисусом, понимать, кто ты такой, для чего ты живешь, зачем ты на этой земле. Ты можешь служить другим людям, ты можешь стать благословением. Если раньше я был проклятием для людей, они разбегались от меня. Если раньше люди, знаете, как бы они боялись меня. Если раньше, если я приходил, то это приходила ненависть, сквернословие, другие вещи, то с этого момента, когда я стал жить с Иисусом, знаете, как бы в мою жизнь пришла благодать, и я стал благословением для других людей. Я стал благословением для тех, которые окружают меня. Я стал благословением для своего дома, для своих родителей. Они не знали, что со мной делать, мои родители. Они не знали, как, куда меня прилепить, что со мной сделать, как меня управить. Потом, когда я пришел в церковь, для них тоже это был шок. Они подумали, что я попал в какую-то секту. Но потом, когда они увидели реальные изменения в моей жизни. Моя мама была проректором медуниверситета. И я помню один раз, я приехал. Я приехал, а у меня было заседание, сидели там все профессора, сидели такой большой. Я не знал, я случайно зашел. Я, мама, привет, ну как бы смотрю, там стол такой, все сидят, она там во главе стола сидит. И я, как бы назад, она говорит, стой, иди сюда. Я пришел, она сказала, вот это мой сын, посмотрите на него. Если вы хотите, чтобы ваши дети были такие, как вы хотите, и даже лучше, скажите, я познакомлю их с моим сыном, потому что он пришел в церковь. И это изменило его жизнь. И она перед всеми профессорами, там всеми, 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 она об этом говорила. Она говорила это открыто. Потому что она увидела ту благодать и то, что сделал Иисус. То, что стало со мной. Послушайте, сегодня Иисус точно так же стучится в каждое сердце. Сегодня Иисус точно так же сегодня стучится в каждое сердце, как когда-то стучался в мое. Не обязательно ждать того момента, когда весь ад откроется, и ты будешь это видеть, что ты идешь в ад. Не обязательно ждать того момента, когда ты поймешь, что тебе осталась секунда жизни. И еще секунда, и дьявол заберет твою душу. Не обязательно чувствовать его холод и холод его ада и всего остального, для того, чтобы бежать к Иисусу. Послушайте, меня это подтолкнуло. Я бежал от ада, я бежал от дьявола. Потому что я знал, что он мой господин. И он распоряжался моей душой. Послушайте, не обязательно ждать до этого момента. Не обязательно ждать до этого момента. Можно сейчас прийти к Иисусу. Сегодня есть люди, которые ходят и говорят, к тебе приблизилось Царство Божие. Сегодня есть люди, которые ходят и говорят, к тебе приблизилось Царство Божие. Сегодня есть люди, которые говорят, послушай, к тебе приблизилось Царство Божие. К тебе приблизилось Царство Божие. Сегодня Иисус, Он возле тебя. Сегодня Иисус, Он возле тебя. Есть одно место в Евангелии от Луки. Пожалуйста, оставайтесь в присутствии Божьем. Я быстренько его вам прочитаю. Иоанн отправил своих учеников, чтобы они спросили, кто такой Иисус. Это Иоанн, который крестил Иисуса, который перед всеми засвидетельствовал. И произошел такой разговор. Иоанн, призвав двух учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам? И слушайте внимательно. А в это время Он, Иисус, многих исцелял от болезней, от недугов, от злых духов, многим слепым даровал зрение. Послушайте, этот стих, Он пробил мое сердце внутри. Иисус, есть Иисус, Который стоит и совершает чудеса. Люди, которые приходят к Нему, которые, они в нужде. Кого-то, где-то одержимость бесами. Они, они к Иисусу, Иисус дает им исцеление. И освобождает от бесов. Слепые, Он их исцеляет. И здесь стоят ученики Иоанна, и они говорят, ты ли тот? Ты ли тот? И вот, послушайте, самое главное здесь слова. Это слова, а в это время. Пока они стояли и спорили между собой. Пока они выясняли, кто такой Иисус, и что с Ним, как с Ним делать, Он ли это или не Он. Написано, а в это время Иисус исцелял. А в это время Иисус освобождал от бесов. А в это время Иисус приносил благословение. Слепым давал прозрение. Послушайте, сегодня этот же Иисус, это же Царство Божие. Послушайте, сегодня оно возле тебя есть. Послушайте, сегодня это Царство Божие возле тебя. Ты можешь стоять и думать, а действительно ли это тот Иисус? А действительно ли это тоже Царство Божие? а действительно ли это та благодать, а действительно ли это то, а действительно ли это, а это так или не так, а так или не так, или здесь, или то, или, а может быть, это не так, а может быть, у него галстука нету, или еще чего-то, и так далее, и тому подобное. Слушайте, а в это время Иисус исцелял. А в это время, и послушайте, сегодня много людей, они стоят возле Иисуса. И они спорят, а Он это или не Он? А это исцеление от Бога или не от Бога? А эта благодать, она от Бога или не от Бога? И они рассуждают между собой. И послушайте, сегодня Иисус стучится в твое сердце. Сегодня Иисус стучится в твое сердце. Он возле тебя. Сегодня это Царство Божье приблизилось к тебе. Слышите, дорогие мои, сегодня это Царство возле тебя. И ты можешь протянуть свою руку к Иисусу. Ты можешь протянуть свою руку к Иисусу и сказать, пожалуйста, войди. Пожалуйста, Иисус, вот я. Вот я, пожалуйста, дай мне Иисус, 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 Иисус. А можешь стоять и смотреть. сегодня Царство Божие приблизилось к тебе сегодня это Царство Божие возле тебя сегодня этот Иисус который Царь Царей Господь Господствующий Он стучит в двери твоего сердца Он стучит в двери твоего сердца и Он говорит кто услышит и откроет Он говорит я войду и обитель у Него сотворю послушайте Бог приходит Его благодать входит Царство Божие входит вовнутрь тебя что это значит? это значит что все дьявольское оно удаляется из твоей жизни послушайте все дьявольское все что Он настроил все оно удаляется из твоей жизни послушайте Царство Божие ты становишься частью Царства Божьего это Царство Божие внутри тебя есть тогда болезни которые в твоем теле они уходят почему? потому что теперь здесь Царствует Иисус депрессия она уходит почему? потому что здесь Царствует Иисус слышите меня? проблемы, страхи они уходят потому что Иисус Царствует потому что я теперь часть Его Царства Аллилуйя Господь спасибо тебе я благодарю тебя Господь что сейчас ты стучишься в каждое сердце я благодарю тебя Дух Святой что сейчас ты приносишь многие исцеления Аллилуйя если ты уже верующий если ты знаешь Бога если ты покаялся если ты рожден от Бога послушайте скажите самому себе я храм Духа Святого я храм Духа Святого Аллилуйя Божье присутствие во мне Божье Царство во мне поэтому нет места ничему дьявольскому Иисус схватись за Него послушайте прямо сейчас в эту минуту многие люди получили исцеление Аллилуйя послушайте настолько сильно желание Бога разрушать дела дьявола вы не можете себе представить Иисус пришел для того чтобы разрушить дела дьявола когда приходит Царство Божье оно разрушает все дела дьявола это разрушает дела дьявола Аллилуйя Господь спасибо тебе пожалуйста поднимайте ваши глаза к Иисусу спасибо спасибо